В эфире студия Репортер. Здравствуйте, меня зовут Виталий Хеми. 14 декабря Украина отмещает День ликвидатора. В этой связи мы говорим о участниках ликвидации той страшной трагедии, об их нынешней жизни. Я с удовольствием представляю участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Владимир Алексеевич Бибов на студии. Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Я вас поздравляю с этим праздником. Я рад, что вы до наших дней тянули в здравие. Я надеюсь, что все у вас хорошо. В смысле, о жизни мы о вашей тоже поговорим. Перед тем, как окунуться именно в реалии 21 века, вспомни, наверное, 1986 год, как вы и ваши коллеги пожарные, участники, мы сейчас называем этих людей, отправились в очаг аварии. По приказу Министерства МВД Украины, наш сводный отряд противопожарной службы гражданской обороны был направлен в зону, в 300-километровую зону ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Службы, работы, вернее, нашей. Что входило в ваши обязанности, что нужно было делать? Мой функциональной обязанности было входило обеспечить связь между подразделением пожарной охраны, находящимся на территории Чернобыля, там наши дежурили, и обеспечить связь с службами взаимодействия. Это скорая помощь, Министерство внутренних дел Украины, Союза, все бывшие Союзы республик. И вот это моя функциональная обязанность. И ремонт связи, все обеспечено было. Те дни, которые вы там провели, что вам запомнилось? Ну, во-первых, атмосфера, это уже был полностью пустой город. Ну, атмосфера, да, ну, то, что людей там почти в Чернобыле, мы находились на территории второй пожарной части Чернобыля, а в поселок там, в город, людей там не было, все было хорошее травой, деревья, фрукта была, уже фрукты, конечно, некоторые пробовали, а которые не советовали. Риск был? Да, конечно, большой риск был. Трудная была больше, больше в человеческий пояс. Страшновато было, что людей не было. Мертвый город был? Мертвый город, да, был. Припять молчала? Все были окно заколоченные, забитые двери. Ну, видно, что были даже грабеж, потому что некоторые взломаны были, все это. И то же самое в Припяти, вот мы были в Припяти, тоже там пожарная часть, на обоспече тоже было. И то же самое было, вероятность там была погрома. Когда вы туда отправлялись, вы выполняли распоряжение, приказ, не думали о том, что это может быть опасно, как минимум, для здоровья, и после этого может быть последняя командировка даже ваша? Неизвестно, хотя она же не чувствуется эта радиация, она проникает и остается на человеческом организме. Я так даже не обо всем внимания. Жена моя беспокоилась за это, потому что перед этим она заставила меня побриться и поставить на нолик. Чтобы приобрел резиновые сапоги, чтобы можно было снимать грязь, потому что там плюк, а в качестве защитного устройства, защитного прибора, у нас был только лепесток М1, больше ничего у нас не было. То есть, говорите о том, что оснащены были люди, которые ехали защищать, вообще с собой защищать? Да, ничего. Нам только для дыхательных путей был лепесток, все, белый лепесток назывался он. У вас было 200 человек, связь поддерживали после этого события важного в жизни для каждого, опасного, вызов был для каждого все-таки, но общение какое-то было, происходило, собирались спустя 5 лет, 10 лет, или люди уходили из жизни постепенно? Естественно, конечно. Все были на 26 апреля, собирались возле монумента на Александровском проспекте, высший проспект М1, собирались мы, и 14 декабря. Время, собственно, в день лепестатора. Да, лепестатора. Я, собственно, о чем хочу спросить, все ли дожили до наших дней? Нет, уже многовато наших нет, товарищей. И как пожарных, так и с каждым подразделением уже отсутствует уже на этой земле нашей. Это вследствие радиации того, что они получили именно в Припяти? Ну, понимаете, понимаете, у нас был, как говорится, накопитель, а сколько, что нам, неизвестно, знаете. Ну, только был накопитель, и выставили там по 19, по 20 рентген, больше 20 рентген не выставляли. То есть, и техническое оснащение тоже оставляло желать лучшего? Да, конечно. Что по сегодняшнему на дню, какие основные проблемы у людей, которые тогда отправились, выполняя приказ, может, даже по собственной воле. Нет, надо приказ. Да, ну, все равно, я не буду спрашивать, если бы это случилось, не дай бог, в эти дни, собрались бы и поехали, потому что это вопрос, может, провокационный. Но, тем не менее, сейчас люди пенсионеры, люди в возрасте, люди, которые нуждаются в особом уходе, нуждаются в особом внимании, в том числе от государства, от города, от области. Вот вы общаетесь, собираетесь с районными общинами, с областными, наверняка общаетесь между городами. Какие сегодня основные проблемы ликвидаторов? Ну, основная проблема в том, что медицинское обеспечение, ну, как говорили, везде это необходимо. И раньше нам давали материальную помощь на оздоровление, порядка трех минимальных, ну, трех должностных окладов, а сейчас дают 120 рублей на год всего лишь. И обеспечение было еще при Союзе, когда было, обеспечение медикаментом было более-менее, а сейчас почти ничего. Питя пенсии, может быть? Обещали добавить пенсии, но пока это еще не... Ничего почти нет. Обещали с первого января, говорят, может быть, добавят. Слышал я, говорю. Сегодня участники ликвидации, чернобыльцы, это люди, представляющие категорию, льготную категорию населения, или все-таки уже с льготами тоже не так все? Ну, вот и только первая категория осталась, первая-вторая категория, а третьей чистоты нет уже льготы. И только первая категория разрешает проезд в транспорте, в той категории не разрешает проезд в транспорте. Я знаю, что есть среди чернобыльцев довольно-таки активные люди, которые приходят на митинги правительства, митингуют у различных инстанций, администраций. Вы поддерживаете связь с наиболее такими активными представителями? Ну, конечно, естественно, поддерживаете связь с наиболее такими, как говорится, наши товарищи ездили уже в Киев, ездили на демонстрации в поддержку наших льгот. Но пока мы есть что-то, только один разговор был, и больше ничего. То есть никакого продвижения диалога, скажем так, результативного? Ну, с верховной властью нет. Будет он продолжен, я так понимаю, потому что жизнь все-таки дорожает, насколько я понимаю. Конечно, да. Обещали, говорю, с первого года, что там повысить чернобыльцев, инвалидам. Ну, это будет все в будущем, а как оно получится? Когда мы говорим о медицинском обеспечении, что мы имеем в виду, давайте все-таки конкретизируем. Насколько я понимаю, люди, которые побывали там, должны проходить какое-то профилактическое, ежегодное прокапывание. Все правильно, да. Ну, вот я консультируюсь у врачей в нашей поликлинике. Они нельзя взять лекарства, я не консультируюсь, потому что у меня дочка врач сама по профессии. Она мне обеспечивает, ну, обеспеченную помощь, делает и капельницы раньше ставила, уколы, смотрит за мной все это. Большое спасибо за это. Вот так. Я не люблю лежать в полицеранчике, когда только прибыли мы с Чернобыля. Я, честно говоря, где-то больше, ну, почти находился там в больнице все время, нашей, МВД, на кипичном переулке. Сейчас стараюсь поменьше, хоть больше остального. Обеспечить лекарствами не получается. Я покупаю, приобретаю лекарства на свой счет. И дочка мне прокапывает, делает мероприятия. Какое-то санаторное лечение прописывают, где-то две недели подальше от городской суеты? Просто прописывают, ну, где-то на 14-12 суток только. А то, что я просил по своему профилю, пока нет ничего. Один раз только мне повезло. А в Пеллину на Прикарпатье поехал, ну, я была где-то в 90-х годах. Очень давно. Очень давно, да. А так больше нет. Как сегодня происходит коммуникация друг с другом? Насколько я понимаю, есть районные организации, городские, областные. Расскажите подробно, как общаетесь друг с другом? Подставляете, наверняка, какое-то крепкое братство плеча ощущается? Да, у нас представители, в каждом районе есть своя организация чернобыльская и областная организация. Вот я, Приморская организация. Сейчас, забыл с фамилией Владимиров. Каждый раз удается встречаться с коллегами, с людьми, которые... По телефону часто беседуют по, как говорится, по международным сетям, социальным сетям, вернее, разговариваю по интернету и по телефону. Что та трагедия, которая произошла, и люди, которые отправились на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской электростанции, они, не скажу, что сдружились, да, но вот тот случай как-то объединил вас. Да, ну мы часто встречаемся. И, вне зависимости от должности, звания, все почти одинаковые. То есть, сегодня вам, может быть, каким-то образом помогают, я так понимаю, что, может быть, в структуре МЧС не забывают о вас? Да, не забывают. У меня была операция, они помогли мне, обеспечили материально наше управление, главное управление. Ну, они обеспечили меня. Я им передавил документы, что я происходил операции, все это они мне обеспечили. То есть, нельзя сказать, что полностью люди, как бы, сабыты, которые тогда ликвидировали последствия, как бы, помнят, да, но вот материальное обеспечение, обеспечение медикаментами, оно оставляет желать лучшего. Да, конечно. То есть, в целом, экономическое состояние государства отражается, в том числе, и на ветеранов. Все дело на ветеранов. Это же на всех видах, как лицам леготников, все это отражается. Следите ли вы за ситуацией по укреплению, в том числе и саркофагов, Припяти? Читаете ли вы новости или для вас? Естественно, все это смотрю. Последние известия смотрю, там, что делается в мире. Ну, смотрю, конечно, все это. Может, с психологической точки зрения могло случиться так, что вот для вас Чернобыль вот закончился, как вы вот уехали, все вот. Ну, то, что говорят, что там закрыли саркофаг, все это, и все равно проникающая радиация там осталась. И там уже, мы когда уезжали, там все оставили аппаратуру, технику, та, которая была пронизана радиацией, все это все осталось там. Вот даже и в документальной фирме там сколько техники, вооружения, военно-транспорта, все осталось там. Все это там находится на могильниках. Можно ли сказать, что вот этот выезд, эта командировка в вашем профессиональном, вот по сложному списке, был одной из самых суровых испытаний? Ну, можно так сказать, что суровое, кажется. Ну, в общем, почувствовал, там, болел часто все это. Поэтому ушел на пенсию. Ну, когда приезжали, да, вот вроде бы спокойствие, тишина, ничего не горит, тушить ничего не надо. Ничего, тихо, спокойно. Нет, ну, часто выезжали, даже на пожар. Там же все-таки населенный пункт, и все-таки люди жили там, были имени какие-то пожилые. И выезжали там, и на загорание было в тоннелях, на Чернобыльской АЭС. Все было там, знаете. А мнение сформировалось у вас об атомных электростанциях, у нас в Украине еще есть несколько работающих атомных. Знаете, да, у вас под Одессой тогда собирались построить в районе Теплодара и Беляевском районе построить. Все было подготовлено, все, ну, и на этом заглохло. Как вы считаете, правильное решение, что остановили? Или тогда просто... Конечно, сделать прям такой город, и строить в районе, как говорится, где люди отдыхают, и на плыву, где находятся реки, подземные, подземные, все это, конечно, отражает. То же самое на Припяти, все это там было, проходило водообрат воды, куда вода уходила, они здесь даже. Вот опять уже в Припять, а из Припяти в Днепр и так далее. Спасибо вам, Владимир Алексеевич, за то, что пришли сегодня в День ликвидатора. Желаю вам здоровья, вашим коллегам, соратникам. Придите еще и будьте здоровы. Спасибо. Спасибо всем, кто нас смотрел. Оставайтесь на репортере, берегите себя. До новых встреч в эфире.